Всем привет! Вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим исключительно о хоккее. Меня зовут Павел Лосенков и сейчас мы с вами обсудим матч Северсталь-Динамо-Москва. Что в этом матче мы видим? Во-первых, Северсталь. В прошлый раз я очень рисковал, когда ставил на победу Северстали в домашней игре с Йокеритом. Я думал, что команда Андрея Разина такая молодая, дерзкая, быстрая, энергичная, она сможет с финнами справиться. Но, как мы видим, финны на классе спокойно Северсталь победили. Из этого я делаю вывод, что команда, конечно, готова хорошо, с ней позанимались функционально. Все остальное, она может делать сенсации, как вот она подловила в Балашихе Авангард со счетом 5-1. Но там просто была феноменальная игра для Авангарда, там все валилось из рук, колоссальные ошибки в обороне. И, как говорится, раз в год находит на классную команду затмения. Теперь, что мы видим с Динамо. Динамо проиграла уже два матча подряд. Сейчас было поражение в Ярославле от Локомотива 2-5. А до этого Динамо потеряла очки с Витязем, проиграла в Подольске со счетом 1-4. То есть для Динамо сейчас наступает такой момент X. Потому что, если сейчас будет еще и поражение от Северстали в Череповце, то это значит, в команде наступил кризис. И там могут быть очень жесткие перестановки изменения. Потому что, как я знаю, в Динамо на самом деле не очень все хорошо по структуре. Там постоянно идут какие-то внутренние такие перестановки. И даже Владимир Крикунов понимает, что не просто так на матч приходит Зинтула Беллидинов в Динамском шарфе. Что такой крефей без работы, легенда Динамо. И как только что-то там пошатнется, я не удивлюсь, если Беллидинов может быть назначен туда главным тренером. И тем более я вам уже предсказал в одном из недавних прогнозов, то, что Яндыч уйдет из магнитки, Илья Воробьев придет. И это абсолютно точно сбылось. Сейчас Динамо на краю пропасти. И проигрывать Северстали не имеет права. Поэтому для Динамо это будет битва не на жизнь, а на смерть. Крикунов настроит команду. Там есть Вадим Шипачев, который набирает очки в 7 матчах подряд. На нем строится большинство, мозговой центр. И атака нормальная. Но Динамо допускает ошибки, которые надо убрать. И если это произойдет, то на классе Динамо должно обыгрывать Северсталь. Мне понравился этот кэф на сайте фонбет. 1,7 за то, что Динамо выиграет в основное время в Северстале. Мне кажется, что этот сценарий вполне реальный. А если вы хотите еще больше хоккейных прогнозов, подписывайтесь на канал РБ Хоккей и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok